Каспийский цифровой форум Каспийский цифровой форум Каспийский цифровой форум Приходится переносить Это такие сбои программы Республика движется и продолжает формировать Свой новый притягательный образ К Дербенту мы еще вернемся А теперь скажем, что Иран Принявший участие на форуме Устами своего представителя Заместителя министра связи и информационных технологий Мейсама Абеди отметил Мы сегодня должны признать Что мировой порядок меняется И такие страны, как Иран и Россия В новых условиях Должны занять свое важное место Еще какое Дагестан, который в этой цепочке Занимает важную роль Морского соседа Исламской Республики Тут не должен подкачать В личной беседе Главы Республики Дагестан Сергеевич Меликова И заместителя министра Цифровой форум Республики Иран Мейсама Абеди Было высказано намерение О проведении То есть О возможности Прямого создания Прямого рейса Сообщения между Ираном и Дагестаном Данное предложение Оно уже Рассматривается Прорабатывается И надеюсь, что в дальнейшем Оно будет у нас реализовано Как сообщает Пресс-служба Главы региона Всего на форум Зарегистрировались Около 600 человек Среди них Представители Республики СКФО Тульской, Воронежской Астраханской Ростовской областей Краснодарского края В работе форума Принимают участие Иностранные делегации Из Ирана Туркменистана Узбекистана Ну и основной Темой форума Стала разработка Цифровых сервисов Для участников Транспортного коридора Север-юг Этот коридор Имеет не только региональное Но и международное Значение Цифровизация Позволит сделать Его еще более Эффективным И привлекательным Для участников Сказал глава Республики Меликов По итогам Представленных Проектов Главой региона Были отмечены Два проекта Убный порт И проект Развития МФЦ Но мы немного Отстаем Отметил руководитель Дагестана Мягко так сказал Отстаем Конечно Причем По многим Цифровым Продуктам Здесь Просвещение Ликбез Санкультштурм И технические Решения Помноженные На политическую Волю Хотя У нас В республике Уже на данный момент Имеется ряд Компаний Которые Способны Выполнять Проекты Всероссийского Международного Уровня И они Этого делают Успешно И с каждым Днем Их становится Все больше И конечно Чтобы расти дальше Нужна такая молодежь Которая имеется На данный момент И конечно Нужна База Чтобы становилось Больше возможностей Больше поддержки Чтобы с этой молодежью Работали И она Росла быстрее Были выстроены Рабочие группы Работа В самих Рабочих группах Она была выстроена В формате Сначала Построения Проблематики Потом ее обсуждение С участием Непосредственно Специалистов Которые были приглашены И приехали От федеральных органов Власти В местные Наши специалисты И иностранные гости Тоже Включились Проработали Выяснили Проблемы Которые у нас есть Направление цифровизации Отраслей У нас было Четыре группы Это Транскраничное Цифровое взаимодействие Инфраструктура Обслуживание населения Это Дистанционное Зондирование Земли А также У нас Транскраничное Цифровое взаимодействие Вот эти четыре Направления По ним были Выработаны Определенные Решения Которые были Потом На следующий день У нас Защищены Перед Министром Цифрового развития Российской Федерации Перед Заместителем Министра Цифрового развития Республики Иран Все эти Уже Поддержанные Проекты Они будут По ним Будет принято Соответствующее Решение Поручение На уровне Федерального Правительства Российской Федерации На форуме Был заключен Ряд важных Соглашений Главой региона Сергеем Меликовым Гендиректором ООО Кей Пойнт Групп Евгением Вирцером И гендиректором ООО Неорос Магомедом Алихановым Было подписано Соглашение О реализации Инвестпроекта Который Позволит Создать В республике Крупный Центр Переработки Данных Он будет Предоставлять Услуги Хостинга Хранение Баз данных Сайтов Информационных Систем В соответствии С действующим Законодательством Реализация Проекта Намечена На 2027 Год Для Дагестана Этот проект Очень важен Центр Станет Частью Одного Из крупнейших IT Проектов Страны За 6 лет Компания Кейпоинт Групп Построят 35 центров По всей стране Правительством Дагестана И акционерным Обществом Производственная Фирма СКБ Контур Также было Подписано Соглашение Совместной Работи По формированию Предложений Для перехода На упрощенное Трансграничное Взаимодействие Бизнеса Стран Прикаспийских Регионов С учетом Действующих Реалий И учетом Того Что у нас Цифровая Экономика Развивается И Слишком Много Цифровых Сервисов Которые Нужно Разработать Сопровождать И В органах Власти В том числе И органах Местного Направления Также Коммерческих Структурах Есть Конечно Дефицит Специалистов В области IT По этому Направлению У нас Ведется Большая Работа С нашими Институтами Университетами А также Идет И Работа По подготовке Профессиональной Подготовке Кроме того У нас В следующем Году Будет Открыто Ну Будет Проходить Строительство По крайней мере И до конца Года Предполагается Завершение Строительства Школы 21 Соответственно Соглашение Было Заключено Между Главой Республики Дагестан Сергеевичем Мельком Руководителям Забербанка Германовским Профессором И финансирование И сопровождать Этот проект Будет Сенатор Извел желание Сопроводить проект Сенатор Республики Дагестан Скажем Скажем что в России Да и в Дагестане Отмечается Дефицит IT Специалистов В эпоху Когда мы Стремительно Движемся К цифровому Раю Такие специалисты Просто нужны Как воздух Чтобы превращать Возможности В реальность В один клик В один взмах Большого пальца Примерно Вот так А теперь О Дербенде При Хизре Абакарове Делались попытки Сформировать Материально-техническую Базу Под проект IT Инкубатором Древний город Должен был стать Кузницей IT-специалистов Свои предложения В мэрию Города Тогда Прошло-то уже Четыре года Направлял И Улубий Халидов Руководитель Лаборатории Новаторских Инициатив Предлагался Проект Южный Бастион Центр В котором дети Обучались бы По ступенчатой Образовательно-практической Методологии От игрушек До серьезных Программ Где бы Учеба Плавно Переходила В практику А далее И до реальных Стартапов Для этого Конечно Можно и нужно Привлекать Лучшие IT-силы Дагестана И России А если потребуется То зазывать И цифровых Гуру С международным Прицелом Однако Попытки Тогда остались Добрыми Намерениями А в кое-каких Дербенских Кабинетах Мы отметились Следами Вилл На воде Но это не значит Что IT-проекты Забыты Не зирая на то Что кое-кто Их хотел Оставить под ковром А кто-то Передержал Под сукном На своем столе Сейчас Как отметил Министр цифрового Развития Дагестан Приступает К реализации Школы 21 Дербен Действительно Должен Стать центром IT на юге России Я объясню Вот почему Уже признано Что после санкции И разворота России Глобальному югу И арабо-мусульманскому Востоку Дагестан В этой цепочке Становится Сильным звеном Через республику Проходит Исторический Шелковый путь Который в принципе Никуда не делся И сейчас Будет усиленно Реанимирован И обновлен В новом формате Для сопровождения Международного Торгового пути Север-юг Нужны цифровые Технологии Программы Приложения Которые Кто-то Должен писать А пишут их Как водится Айти специалисты Которые Должны стать Не только Самыми Востребованными Но и Высокооплачиваемыми Работниками Интеллектуального Труда И где Как не в Дербенте Городе Где соседствуют Древность И современность Городе Трех религий Толерантности Добрососедство И дружба народу Создавать Такой центр На опорную базу Развития Айти Тем более Что какие-то шаги С подключением Структур Сулеймана Керимова Уже сделаны Фонд Иман Интересуется Высокотехнологичными Проектами А супруга Сенатора Инвестора Фируза Назимовна Керимова Уже Несколько раз Посещала Дербент Чтобы Осмотреть Предполагаемое Место Строительства Инкубатора А что Если Поднять Планку И замахнуться На Серьезный Цифровой Центр В древнейшем Городе России Символично И логично Нам нужно Научиться Жить Не сегодняшним Днем Только А заглядывать В будущее Занавес Этого будущего Нам помогает Приоткрывать Умные решения Государственных Мужей И труд Цифрового батальона Который просит Огня Чтобы взять Новые редуты И улучшить Жизнь Человека Главная метка Цифровых Продуктов Это удобство И быстрота Ради Этого Мы с удовольствием Пользуемся Всеми Изобретениями Последних 30 лет В сфере Айти технологий Когда Айтишники И цифровики Пытаются Нам Облегчить Жизнь Чиновники Не должны Мешать А уж тем более Отравлять Жизнь Простому Народу Иногда Нужно Для начала Просто Не мешать Оставайтесь Людьми А в древнем городе Нужно создавать Цифровой бастион Дербент Чай Айти Все логично Все плавно Я бы сказал Сенсорно Все Хача